Здравствуйте. Я хочу рассказать о том, о чём я рассказывала на прошлой неделе на конгрессе МАПРЯЛ. Конгресс был номер 15, проходил он в Санкт-Петербурге. МАПРЯЛ – это моя профорганизация. Расшифровывается это название таким образом – Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы. И там я делала доклад. Доклад я делала про школу. Вот эту самую, в которой я тут сижу, в которой я работаю уже очень много лет и которую мы с мужем основали. И там, в Петербурге, на всё про всё у меня было 8 минут. Но я знала, что у меня будет 8 минут. И я написала доклад, на который я послала туда, и он будет опубликован. И сделала репрезентацию. Репрезентацию... Нет, презентацию. Я сделала презентацию своего доклада с картинками. И, в общем-то, должна была уложиться 8 минут. Но всё-таки два пункта остались нераскрытыми. И потом, с другой стороны, почти 40 лет за 8 минут – это вообще-то слишком амбициозно. Поэтому я решила... Мне так хочется, захотелось рассказать вам здесь в более нормальном временном режиме то, о чём я попыталась рассказать на Конгрессе за 8 минут. Я была не одна в таком положении с этими 8 минутами. Такие минуты были... Такой лимит времени был у всех абсолютно докладчиков, невзирая на лица и заслуги. Поэтому тут жаловаться не на что. Но вот хочу рассказать о том, о чём я не рассказала там. Давайте я поделюсь с вами картинками своей презентации и расскажу то, что мне хочется сейчас. Ну вот. Вы видите здесь название моего доклада. Он называется «Работа школы РКИ». Сейчас я у себя буду в уголок, чтобы никто не в уголок. Вот. И то, что вы видите здесь на слайде – это так выглядит первая страница нашего сайта в интернете. Вот. Интересно, а как я должна это всё... Так, если я сюда пойду... Почему же у меня не получается? Мне же это надо как-то полистать. Я же не могу вам показывать один и тот же слайд всё время. Очень интересно. А, интересно. А если я... Окей. Значит, я должна вернуться в кино. Пролистнуть. И теперь поделиться с вами следующим сайтом. Ну, как это неудобно. Ну, вот вы видите полное название моего слайда. Название школы. Вот оно. Название доклада, вернее. Вот это наш лого, логотип наш. И написано, что школа основана в этом году. Ну, а как же я это листать буду? А, тут получается. Хорошо. Значит, вот вы видите адрес нашего сайта в интернете. Он не русский РФ, а russisk.no. То есть это находится в Норвегии, а не в Российской Федерации. Ну, вот так сейчас выглядит наш сайт. Он не всегда так выглядел. Он у нас очень давно основан. Я боюсь назвать год, но Лев, когда мы только основали эту школу, он с самого начала думал о сайте, и у нас очень быстро он появился. И вначале это была всё работа Леву. А потом, в 2018 году, нас соблазнили перейти в очень такую большую фирму, слишком большую для нас, который и сделал вот этот вот сайт. Но картинка, естественно, это уже мы потом вставляли. Но на сайте у нас очень много чего есть. Я, может быть, немножко позже об этом расскажу. Сейчас немножко совсем о том, как школа управляется. Значит, школа управляется правлением. Правление состоит из председателя правления. Это вот Леву Аверсили. И члены правления – это я. Вот здесь вот распределение обязанностей между нами и востребованными нами нашими потребностями. аутсайды, аутсорс или внешние помощники, внешняя помощь. Ну вот, дизайн и всяких техобеспечений. То, что ИТ – это в нашем сайте. Это, как вы видите, в настоящее время это Лев плюс вот этот внешний источник. Дальше. ИТ – обеспечение и поддержка. То же самое и Лев. Ну вот до 2018 года это был исключительно Леву Аверсили. А сейчас, с 2018 года уже, это вот он плюс вот этот вот внешний помощь – это большая фирма. Бухгалтерия – это практически три. Но это другая фирма. Это не та, которая нам помогает в этой обеспечении. Но раньше это было где-то до 2013 года, это был исключительно Леву Аверсили. А потом мы оба. Потом, ну, большую часть нагрузки – это я. И помощь со стороны Леву и со стороны внешнего источника. У нас есть внешний нюанс. Тоже фирма. Администрация осуществляется в основном мной, но с помощью Леву тоже. Трудных случаев. А преподавание, как вы видите, это исключительно я. На всех уровнях, во всех группах. Написание учебников и так далее. То есть таблиц, учебных пособий и так далее, и так далее. Это все я. А дизайн учебной продукции – это только лайф. А здесь вот я хочу сначала перепрыгнуть через эти два, потом про них сказать. Издательская деятельность, вот учебная продукция, учебники и все такое. Это для этого у нас есть издательство. И Методиус, Мефодиус, Мефодий. Которое осуществляется лайфом, мной и внешним помощником типографии. Кроме того, у нас есть сертификационное тестирование. Это как бы отдельный вид деятельности. Он, конечно, имеет отношение к нашей учебной деятельности. Тем не менее, это совершенно отдельное от нее такое направление. И до 2006 года у нас было только внутреннее тестирование. Я вот в сертификационное, конечно, оно никак не входит. А мы продолжаем внутреннее тестирование. Но сертификационное тестирование – это тестирование совместно с центром, с головным ТЭД-центром тестирования Московского государственного университета. И с 2006 по 2016 год у нас был с ними контракт. И мы тестировали тех, кто хотел. Это в основном наши студенты. И они получали сертификат образца университета. А с 2016 года, там это не связано никак с нашим контрактом, просто ситуация внутри Российской Федерации изменилась. И у них теперь с того времени, то есть по сей день такой унифицированный сертификат для всех центров, где проводятся сертификационные тестирования. И мы тоже получаем такого типа сертификат для тех, кто сдает у нас тест. И вот этим сертификационным тестированием сейчас в основном занимаемся я и головной центр тестирования МГУ. С 2016 года мы стали их локальным центром тестирования. То есть это совершенно официальная такая вещь. Все, кто сдает у нас тест, они получают тест вот такого государственного образца. они получают его из Московского государственного университета. Сдает тест у нас. У нас было всегда такое, вернее, с 2006 года, и там до какого-то момента низкие уровни мы принимали в режиме онлайн. Тогда это был скайп. Вот. Высокие уровни, когда у нас были, нам присылали живого тестера из Москвы. И сейчас, потом было бы решение такое с 2016 года, что любые уровни, только не онлайн, а тестер живой, приезжает человек, представитель университета и проводит тестирование вместе со мной здесь. Но ковид все поставил с ног на голову, и сейчас у нас такой режим онлайн, в принципе, для всех уровней. Вот такая ситуация. Теперь вернемся немножко к тому, что я пропустила. У нас, кроме такой ординарной учебной деятельности, существует еще, как бы в школе сказали в советское время, внеклассная работа. И вот эта внеклассная работа, она проводится исключительно мной. С 2014 года вся она, практически вся, ну, большей своей части, была организована под эгидой клуба «Самовар». И прямо с 2014 года этот клуб «Самовар», он работает таким образом. Значит, раз в месяц проводится тематическое собрание. До этого года мы проводили практически все собрания здесь в школе. Вот. И с этого года мы стали это проводить в кафе. И до 2014 года это не было под эгидой «Самовар», но после 2014 года перешло под эгидой «Самовар». Что я имею в виду? То есть прямо с самого начала основания школы мы регулярно, каждый год, свято совершенно отмечали два таких события. Во-первых, это и оба эти главные события, они приходятся на весенний семестр. Весной, вы знаете, бывает масленица. Вот мы прямо с 95-го года отмечали ежегодно. Сначала отмечали, ну, как фольклорные такое события. К нам приходила моя знакомая певица русская. Она очень хорошо поёт народные песни, знает всякие сказки, прибаводки. И мы с ней проводили вместе вот такую масленицу с играми, с плясками. Ну и, естественно, с блинами. А с блинами мы проводим эту масленицу всё равно, что там, к этой масленице ещё. Поначалу блины пекла я сама. Где-то до лет 5 я их пекла сама. А потом я решила, чего это я их буду петь сама, когда студентам интересно тоже. И традиция у нас с 2000-го, с 2000-го года, она такая, что блины пекут студенты начинающей группы. И всегда были блины, причём блины мы не очень... Поначалу они у нас были после спектакля. Все были голодные, голодные, приголодные. Вот и набрасывались на блины со всей своей силой. Вот. А потом мы поменяли это. И вначале были блины, чтобы они не остыли. Вот. А потом уже был спектакль. Ну, где-то с 2000-го года, если мне память не изменяет, мы перешли уже к форме спектаклей. Поначалу это были не полновные такие спектакли, на весь вечер о сценке. А в 2005-м году я с ними поставила грибоядову «Горе от ума». И что значит поставить? Значит, что я сокращала текст. И в зависимости от того, сколько у меня было студентов. А там участвуют практически все, кроме начинающей группы. И, ну, редко бывает из 1-1. Но все остальные, в общем-то, получали так или иначе роль. Все желающие, естественно. И вот я, исходя из количества студентов, либо сокращала эти роли, ну, в смысле, подгоняла под то, что у меня есть. Вот. И поначалу я все это переводила на норвежский язык. Представьте себе объем работы. Продумывала мизансцены, продумывала реквизит. В общем, все продумывала сама. И проходила с ними роли. И понятное дело, что они не все понимали, что они там, собственно, говорили. Но для меня было важно, чтобы они произносили все так, чтобы русским людям было понятно. Вот такую задачу я ставила перед собой поначалу. Но потом она уже немножко расширилась. И стали появляться студенты, которые могли переварить смыслы. И с ними можно было уже работать над образом, собственно. Вот. И каждый год с тех пор мы ставили по спектаклю. Год на Масленицу. Мы ставили и Магокова, человека из СССР. Мы ставили Вампилова, старший сын. Мы ставили ревизоры, конечно, Гоголи. Ставили какие-то сцены из Мёртвого душа. Но не какие-то определённые, естественно. Все это отбирала. Из вечерёв на Хуторе Брестыканьки тоже. Ну, в общем, много-много чего ставили. И вот это Масленица. А ещё одна традиция – это Пушкинский праздник. Это 6 июня, день его рождения. Но иногда приходилось переносить либо вперёд, либо назад. Потому что там как-то очень не попадало именно на день, когда, например, занятие прям до 8 часов у нас. Поэтому, поскольку я одна на всё про всё, то приходилось переносить. Ну, в этот день я очень много лет подряд рассказывала о каком-то периоде биографии его. И, ну, читали стихи какие-нибудь в связи с этим периодом биографии. Потом несколько раз мы ставили, ну, практически полноценный, ну, не совсем спел. Один раз был полноценный спектакль с музыкой, с плясками. Это был спектакль Руслана Людмила. Ну, просто так подобралось у меня тогда, что были очень хорошие студенты, которые вполне себе могли всё это проделать. И я с ними это делаю. А ещё мы ставили «Золотую рыбку», «Сказка о золотой рыбке». И там практически это был не спектакль, а чтение параллель. Ну, с какой-то атрибутикой, небольшой просто маркированием, кто там, кто золотая рыбка, и для неё купила такую подушку в форме золотой рыбки, ну и так далее. Вот. И ставили ещё такое же вот чтение параллель с атрибутикой, две сказки. «Сказка о царе Салтане» и «Семья богатыря». Вот. Ну, и вот эти вот две такие святые традиции, которые мы по сей день сохраняем, вот они вначале были так сами по себе, а теперь они под эгидой клуба «Самовар». Вот. И с 16, ну, практически с 18 года появился у меня канал YouTube «Завела я себе». И поначалу там, в общем-то, я даже не помню, а поначалу там были мои лекции. Ну, лекции, они продолжались довольно долго, прямо до последнего года. И я собираюсь их, кстати, продолжить. Вот. Но постепенно я стала привлекать студентов. И были у меня там студентки, которые мне помогали говорить, ну, в смысле, для сертификационного тестирования для уровня А1 и А2, для уровня А2. Там требуется поговорить о своем городе. И вот мы нашли тут всякие такие туристические объекты. и они проговаривали тексты. Я их записывала. И вот это все можно посмотреть в YouTube. Ну, кроме того, там намного чего есть. Вот на этом канале я сейчас не буду останавливаться, потому что время уже и здесь, в этом нормальном режиме оно идет. А у меня еще много слайдов впереди. Скоро у меня занятие, мне надо уложиться до этого времени. Ну, вот. Дальше смотрим. Вот как проводятся ординарные курсы по уровням. Значит, вся работа учебная, вся наша учебная деятельность, она структурирована вот таким образом. Видите, здесь домик, да? И там фундамент домика написано А0. А0 – это нулевой курс, или как мы его называем, курс для начинающих. То есть, в принципе, вся наша работа, она структурирована по образу и подобию структуры сертификационных тестов. Их всего шесть уровней. А1, А2, B1, B2, C1, C2. Или, говоря по-русски, А1 – это ТУ, элементарный. А2 – это базовый. Б1 – это ТРКИ, то есть первый уровень. Б2 – это второй уровень. Ц1 – это третий уровень. И Ц2 – это четвертый уровень. И понятное дело, что все-таки учебная деятельность – это не сертификационная проверка, а это обучение. И поэтому необходим нам нулевой уровень, на котором, в принципе, все держится. Вот эта наша художница, она иллюстрировала вот это все вот таким домиком. И вы видите, здесь у нас, значит, вначале там внизу в самом А0, а потом у нас три этажа, и в каждом у нас по два больших окошка. То есть это вот А1, А2. Потом у нас В1, В2 на втором этаже, и Ц1, С2 на третьем этаже. Это самые-самые продвинутые уровни. Ну вот, а еще, кроме того, что мы ввели вот этот нулевой уровень, мы его ввели прямо с самого начала нашей работы в 95-м году, А1 мы разделили на три подуровня. Вот это никто… Ну, это сейчас делают тоже, кажется, в каких-то школах, но, в общем-то, мы были как бы первыми. Видите, у нас тут А1, 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 А2, А1, А3. Так, ну, наверное, да. Вот еще мой интересный момент. Это я уже сейчас, вот сидя на разных других, слушая разных других докладчиков, услышала, что здесь на Конгрессе в Петербурге, что сейчас ввели какой-то пре-А уровень для сертификационного тестирования. Будет очень интересно. Может быть, мои студенты после уровня А0 смогут этот пре-А сдать. Ну, посмотрим. Ну вот, идем дальше. И дальше дополнительная работа. Это все студенты, которые уходят в ординарные группы. Они могут, если хотят, слушать лекции по фонетике. Вот я проводила курс по фонетике. Я читала несколько раз этот курс. Он у меня видоизменяется, понятное дело. Лекции по морфологиям читала, лекции по литературе. Но это нельзя сказать, что это был курс. Это были отдельные лекции. А вот с четверга прям я начинаю курс лекций по литературе. Практически это не совсем по литературе. Ну, это по литературе, но это о пьесах, которые мы ставили на Масленицу в течение этих всех лет. Бывают семинары. Проводила я с ними семинар по ударению. Семинар по таблицам по своим. Семинары разные проводила. И некоторые желающие могут писать курсовые работы. Но всего у меня было за все это время было, по-моему, если я не ошибаюсь, всего три студента, которые захотели это делать. Один сделал курсовую работу по употреблению слова «люди» или слова «человек» в числительных выражениях. Типа там сколько человек, много людей, два человека, три и так далее. А еще один написал работу, такую, можно сказать, больше литературу веческую. Мы с ним читали рассказ «Орев шоколад» и Алексея Иванова. И он написал работу... Как же я ее сформулировала? Признаки, по-моему, да. Признаки конца советского строя или... Как-то не так. Это лучше я сформулировала тогда. В общем, в этом рассказе. Там довольно интересно. Мы с ним много чего нашли. И вот он написал. Они все у меня, в общем-то, отчитываются. Потом как бы защищаем свою курсовую работу. Когда все приходят, слушают, можно задавать вопросы. В общем, интересно было. И еще была работа «Перевод моего текста». Мы ездили в Красноярск. Да, мы же еще путешествовали по России. Да, с 2006 по 2015 или 2016 год. Или 2017? 2016, наверное. Да, 10 лет. По Всевогу проехали от Москвы до Астрахани. И в Петербург ездили, в Москву ездили, в Тулу ездили. И в Красноярск. И вот когда мы ездили в Красноярск. Ну, в общем, по всем этим путешествиям. Я писала тексты. И это все можно посмотреть в нашем блоге, на нашем сайте. Вот. А про путешествия, про Красноярск. Вот это мой большой довольно-таки текст. Один из участников этой поездки перевел норвежский язык. И вот его перевод, в общем, как бы осмысление его перевода, что ему пришлось там делать, как подходить, какие проблемы решать. Он об этом написал курсовую работу. Вот. Идем дальше. Что-то она у меня тут странно не хочет. Ну-ка, 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 почему-то она не хочет, интересно. А, ясно. Ну, она ничего не понимает. Я снова к вам возвращаюсь. Снова заказываю этот терминус. Ага. Ну, вот вы видите следующий слайд. В следующем слайде... Что там было до этого? Как у меня не переключается? Не понимаю, почему. Не переключается. А, я сейчас еще попробую. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну-ка. Значит, вот. Сейчас я вам расскажу немножко об издательской деятельности, о написании учебников и об издании. Значит, я никогда бы не стала учебников писать, если бы меня не заставила жизнь. А жизнь она заставила как? То есть я никак не могла найти учебник, который бы меня удовлетворял для моих потребностей. Ничего не находилось. Начала я с того, что я перевела... Мы купили у издательства «Русский язык». Мы купили право на перевод учебника Фарламовой Хавронины «Русский язык. Курс для начинающих». Мы его перевели. Иллюстрации нам сделал наш художник-мультипликатор. Очень такие симпатичные были иллюстрации. И вот мы его перевели в 2000 году и издали вот такой небольшой брошюркой. В начале в нашем издательстве, видите, написано «Эт метода из 2000». Но дальше, вот, получается, и дальше вы видите, я стала писать учебники. То есть, опять же, не очень мне... Я его перевела, конечно, стала им пользоваться, но там было много такого, что моим студентам не нравилось. Даже были случаи, когда я теряла студентов из-за того, что им не нравилось содержание. И начала я писать свои учебники. Но начала я писать учебники с того, что создавала как бы их стержень. И поначалу создавала таблицы. Вот первый мой учебник для начинающих, он вырос из трёх таблиц. Первый, это вы видите, это алфавит, такой плакат на самом деле. Наша художница делала издание. Идея такая. Вы видите, что здесь все буквы русского алфавита, они нарисованы в три колонки. И у каждой буквы есть либо одна картинка, либо слева, либо справа, либо две картинки слева и справа. Это отражение законов русской орфографии. То есть, у нас есть 15 согласных, которые представляют... Когда одна буква представляет два звука. Один мягкий, другой твёрдый. И всегда мы знаем, что иетированные буквы для гласных, они возможны только тогда, когда буква вот одна из 15 означает мягкий звук. И неетированные плюс и, и неетированные они только после тех же самых букв, когда обозначается твёрдый согласный. Ну вот, я заимствовала идею из акустической фонетики. Идея заключается в том, что все, абсолютно все звуки русские классифицируются по одним и тем же принципам. Мне один всего принцип был нужен, диезность на диезность. То есть, все абсолютно и гласные, и согласные, они могут быть как диезные, они могут быть либо диезными, либо не диезными. Ну вот, диезные – это, грубо говоря, мягкие согласные, плюс вот те, те гласные, которые выступают в иетированных буквах. Ну понятно, что гласные, он как бы не буква, но тем не менее, вот он выражается вещественно, да, в форме буквы. Ну, в общем, короче, вы видите, что все диезные, они имеют картинку справа. Смотрите, например, и, да, вот, е, йо, ю, я. А все не диезные, они имеют картинку слева. Ну а те, которые ту и другую картинку имеют, они, значит, могут означать оба звука, как диезные, так и не диезные. Ну вот, пойдем дальше. Да, ну я рассказала так немножко, но, в общем, короче, учебник для начинающих, он вышел тогда уже, и потом он много-много раз редактировался. И картинки к нему нарисовала вот наша датская художница. Вернее, она русская, но она живет в Дании. А в 2000, вот здесь вот, видите, на фотографии все, ну не все, но, в общем, большая часть книг, которые были изданы в нашем издательстве в 2007-2011 годах. Вы видите здесь диалоги и тексты. Там, кстати, очень много опечаток. Ну, может быть, не очень, но есть. И эти диалоги и тексты, это все написано мной, их можно читать, иногда я их использую для А1, А2. Ну, иногда даже в БА1 использую. Вот, вы видите, здесь вот мама написана. Это лекция отпечатана для семинара по ударению. А вот на первом плане здесь две брошюрки. Это для того, чтобы можно было их использовать в наших путешествиях по России. Когда мы ездили, то я каждый год, в смысле, каждый день проводила занятия в двух группах. Для таких, которые низких уровней, а для таких, которые высоких уровней. И вот там в этих брошюрках есть какие-то цены по грамматике, тексты, которые мы читали, связанные с тем местами, которые мы посещали. Вот, видите, 2010 год, там вот план Волги, да, вот и как мы там двигались по этой Волге. То есть это не наш рисунок вовсе, это просто я как бы воспроизвела плакат, брошюры, обложку-прошюры, которую нам выдали, когда мы только начали путешествовать. Вот, пойдем дальше. Вообще 2011 год, лето, у меня была какая-то болдинская осень в то лето. Мама, это все было на даче, и мама мне очень помогала тем, что она абсолютно весь бой взяла на себя. И я только писала, ходила на море и ела, и больше ничем не занималась. Поэтому в то лето, как-то мне, даже в месяц один, мне удалось довольно много написать. Вот так выглядит до сих пор русская морфология, которую мы издали уже позже, но написана она вот тогда, летом 2011 года. Но сейчас мы готовим ее к издательству. Не знаю, я все делаю довольно медленно. Ну, готова уже новая обложка. Вот так выглядит обложка теперь нашего курса для начинающих. Вот видите, мы его начали издавать под такой обложкой в 2011 году. И продолжаем, хотя уже было довольно много редакций. Вот. А это так выглядит следующая книжка. Она закончена, но остается все равно исправление каких-то ошибок. Я ее тоже так даже написала в 2011 году, но картинки и все-все-все-все-все-все. И большая работа по издательству, по изданию, по подготовке к изданию была проведена. Кроме того, мы пользовались в разном виде этой книжкой уже на занятиях. И студенты, они рассказывают об ошибках, которые они видят. Ну, и в данный момент вот эта книжка, она у нас в электронной версии функционирует. Вот я занимаюсь по ней. Но очень надеюсь, что... Я надеялась, что она будет на бумаге ездана этим летом, но не получила. Идем дальше. Ну, вот здесь обозначены таблицы, учебники, пособия, тексты для чтения, которые вышли за это время в нашем издательстве. Сейчас себя уберу так совсем сюда, чтобы вам было все видно. Вот я вам сказала, да, что оба мои учебника уже написаны, они выросли из таблиц. Первый учебник для начинающих, он вырос из трех таблиц. Вот вы видите здесь первые три. Это методия с азбука, это плаката, который я показывала, рассказывала про него. Методия с алфавит. Я вам его не показывала на экране, но это такой сложный довольно-таки плакат, где, в общем-то, там и рукописные буквы, и нерукописные буквы, и звуки, которые эти буквы могут обозначать в разных позициях. И там сзади очень много текста. Так что довольно много работы там вложено в этот алфавит. Вот, и таблица редукции гласных тоже очень много. Не так много, как в этот алфавит, но много мы поработали над этим. Это тоже составляющая, одна из трех составляющих учебника для начинающих. Вот что касается второго учебника, то это в основном три таблицы, но такие как бы фундаментальные стержень, да, позвоночник. Но вот здесь у нас пять, и в принципе они все пять используются, но не в полном объеме. Они еще будут использоваться и на B1, и может быть даже на B2. Вот смотрите, я сейчас их назову, какие. Это, во-первых, таблица основ и окончаний падежных окончаний существительных, таблица основ соединительных гласных окончаний прилагательных, таблица классов глаголов. Это, в общем-то, такая очень большая работа проделана мной, и очень много мне помогало с дизайном, а таблица без дизайна – это, в общем-то, ерунда. С дизайном помогало очень много Лев Хаверда, это я должна сказать. И сейчас она в довольно таком удобоваримом виде существует. 16 классов глаголов. Такая у нас круглая, в цвете, там можно увидеть первое спряжение желтеньким цветом и зелененьким цветом. Второе спряжение. Очень ясно, что второе спряжение – это всего два класса. Все остальные классы, они к первому спряжению относятся. Но там много всякой информации. И про дарение там есть информация. В общем, много всего. А есть объяснительный текст к ней тоже. Но вот эти таблицы, они в полном объеме в учебнике не используются, а используются только те части, которые актуальны для этого учебника. А этот учебник, он отвечает требованиям уровня А1. Описаны эти требования в стандартах и в требованиях. И отражены в типовых тестах в открытых. Ну вот. А кроме того, там же фигурируют некоторые моменты таблицы по глаголам движения и таблицы неправильных глаголов, каковых 10. Ну вот, кроме этих таблиц, значит, учебники и пособия. Я вам уже рассказала о них. Вы видели картинки, только вот так сейчас прочитаю быстро. Это Карламова-Хавронина перевод. Это лекции по ударению. Это русская морфология. Это курс для начинающих. Учебник для начинающих. Учить русский. Курс для начинающих называется оно так полностью. Дальше Учить русский. Уровни А1 и А2. Сейчас вот электронная версия она сказала. И тексты для чтения. Это вот две брошюры для поездок. Но там хорошие тексты. Их можно и в поездках использовать. Это курс на Россию 2010 год. Это тексты тоже для поездок 2011 год. Это диалоги текста 2011 год. И, наконец, брошюра, которая не сделана специально для учебной деятельности. Хотя там есть тексты, которые возможно использовать в учебной деятельности. То есть это, в принципе, некоторые мои, аутентичные мои тексты, которые я писала для Фейсбука и для ВКонтакте. Иногда они дублировались ВКонтакте на Фейсбуке. Иногда они только были ВКонтакте или только были на Фейсбуке. Она называется «О том, о сём». Ну, понятно, о том, о сём, потому что мне тогда было важно, о чём надо было сказать. О том я и говорила. Ну, вот я и собрала некоторые и издала в 2019 году. Дальше пошли. Ну, что ж такое? Почему же оно не получается? Опять нужно вернуться. Вернуться. В чём же дело? Очень интересно. Так, попробуем ещё раз. Что-то ей не нравится, этому зуму не нравится. Моя презентация почему-то. Вот, ну, вот эта вот книжка о том, о сём, про которую я сказала. Обложка. Вот, а теперь сертификационное тестирование. Он сказал, что 2006 года мы этим занимаемся. Вот видите, здесь на картинке справа, это образец сертификата, который мы получали, когда это был дизайн Московского государственного университета. Ну, вот это вот к нам приезжал тестер Панков Фёдор Иванович из Московского государственного университета, который, кстати, тоже делал доклад на этом конгрессе. А это вот два наших студента, которые пишут, усиленно занимаются. И вот в результате, видите, тест нового образца. Как я вам сказала, что мы с 2018 года являемся локальным центром УГУ. И я вам рассказывала про самовар. Вот здесь перечислено, чем занимается самовар сейчас. Это ежемесячные тематические вечера. У нас, кстати, был вечер про диалекты. Можно почитать у нас блоги про диалекты, но я очень много рассказывала студентам. Он тогда очень интересно было слушать это всё. И организовали мы поездку в Воронежскую область благодаря тому, что я нашла и познакомилась с Игорем Исаевым. Он из РГГУ. Я его, кстати, сейчас вот тоже на конгрессе видела. Правда, он не делает доклад. И он очень нам помог. Он занимается диалектами. И у него как раз тогда была экспедиция в Воронежскую область. И мы с ним объединились. И даже мои студенты слушали настоящую носительницу Говара из села Краснолипье. Вот. Ну, ежегодный спектакль «На Масленице» я вам рассказала. Ежегодный «Пушкинский» вчера тоже рассказала. Летние поездки по России. Но рассказала немножко. Пошли дальше. Дальше вот мой YouTube-канал. Вот он так выглядит, если кто захочет. В настоящее время там меньше стало 434. Я сегодня смотрела абонента. В смысле подписчика. Уходят люди. Потому что я все лет не смогла ничего делать там на канале. И сейчас очень мало. Но будут. Будут другие новые передачи. Так что подписывайтесь. Заходите. Не стесняйтесь. Это сейчас вот с четверга начнутся лекции по литературе. И с четверга же начнутся маленькие выпуски роликов с моими студентами. Они уже немножко подросли. Вот. У нас будут другие темы. Не только погода, как это было в прошлом семестре. Вот. Кстати, про погоду. У нас с коллегой был цикл передач, который мы называли. Который я назвала «Погода и не только». И там с коллегой из НГУ мы говорим на разные темы. Так что заходите. Там много чего интересного. Вот. Ну вот. Ну так. И. Наверное, все. Сейчас я проверю на всякий случай. Что там. Да. Да. Ну вот я вам всю презентацию и рассказала. Большое вам спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok